Вместе с активизацией закона о национальной полиции начали действовать изменения в Кодексе Украины об административных правонарушениях. Ездить водители в принципе будут по-старому, а вот отвечать за нарушения будут по-новому. В соответствии с законом Украины должна заработать система автоматической видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Но дедлайн прошел, а камер, которые дисциплинировали бы водителей, единицы. Правозащитники говорят, вероятно и появятся инновационные системы, но не скоро. Если брать, допустим, опыт Франции, то при наличии нормативной базы, при наличии финансирования Франция на то, чтобы внедрить автоматическую фотофиксацию, потратила три года. У нас на сегодняшний день пока что нет ни нормативной базы, ни понятной источники финансирования. Вот поэтому, когда у нас она появится, сказать очень сложно. Впрочем, есть в законе изменения, которые, вероятно, все же заработают в ближайшее время. В частности, предусмотрено, что за нарушения правил дорожного движения. Можно будет рассчитаться на месте с инспектором полиции через специальный банковский терминал. Нововведения, как будто бы и хорошие, и нужные, вроде и время экономят водителям и ускоряют работу правосудия. Но это с одной стороны. С другой же... Не будут выясняться все обстоятельства, которые должны быть выяснены по процедуре привлечения к административной ответственности. Их будут штрафовать на каждом шагу за любое деяние. Мы такую практику уже имели когда-то. Сотрудники ГАИ составляли протоколы и постановления на месте ДТП. Будут злоупотребления. Так сложилось исторически. Презумпция невиновности однозначно будет нарушаться. К сожалению, это можно констатировать беспрекословно. На жаль. Это можно констатировать полностью беззапоречно. С водителя признают виновным, так сказать, без суда и следствия. Инспектор говорит, ты нарушитель. И в этом моменте полицейский выполняет роль и следствия, и прокурора, и судьи. Водитель оказывается в определенном тупике. Ему остается или молча согласиться и заплатить штраф на месте, или подавать иск в суд, платить солидный судебный сбор и доказывать свою невиновность без всяких гарантий, что тебя таки признают невиновным в нарушении правил. И пока неизвестно, не будут ли полицейские злоупотреблять своим правом взыскание штрафа в на месте и нарушать права водителей только для того, чтобы выполнить какой-то свой план, пополнять бюджет или просто почувствовать власть человека в форме. Субтитры создавал DimaTorzok